Привет, друзья! У меня сегодня возник вопрос, а не взговорили случайно американская яблочная компания из Купертино с японской компанией по производству самых дорогих и красивых ёлочных игрушек? Иначе каким образом объяснить одновременный выход iPhone X и Megabass 110X? Совпадение? Не думаю, как говорится. На самом деле я пытаюсь шутить, но между этими продуктами можно провести какую-то определенную параллель, но правда это параллель, насколько вообще можно параллель между телефоном и воблером провести. В данном случае она касается только цены, потому что iPhone X стоит каких-то заоблачных денег гораздо дороже всех остальных своих конкурентов в плане мобильных телефонов. Так и вантенн Megabass 110X стоит в два раза дороже, а может даже и в три, наверное даже в три раза дороже любого дорогого японского воблера. И сегодня, как вы поняли, у меня обзор этой новинки. Давайте я начну с упаковки. На самом деле упаковка здесь настолько качественная и классная, что я думаю, что стоимость только её одной равняется примерно двум каким-нибудь дешевым воблерам, типа Цуёки. Ну и конечно же, просто как преподнесён этот продукт, не знаю, это вызывает какую-то, скажем так, радость и восторг, когда ты его только открываешь. Вы может скажете, что я болен совсем на голову или как-то так, но тем не менее. Сейчас вот уже во взрослой жизни, на самом деле взрослому человеку не так много вещей уже доставляет что ли удовольствие или вызывает восторг. И вот на самом деле просто я себя почувствовал каким-то ребёнком, когда распаковывал этот воблер. Ладно, я не буду углубляться, так сказать, в свои переживания, но тем не менее, это просто приятно, когда ты получаешь какой-то продукт классно упакованный. Я думаю, что те же фанаты Apple знают, что распаковывать их технику, в смысле яблочной компании, просто приятно. То же самое и здесь. Внутри лежит вот такой вот воблер, который безусловно является каким-то своеобразным произведением искусства. Он и исполнен очень качественно, ну что в принципе для всей продукции Megabass является, скажем так, стандартом. Хотя, как вы знаете, бывают и браки, и поломки, и то же самое у меня есть видео, как я свой бракованный Megabass отправлял в Японию. Мне оттуда прислали обратно. Если кто не знает, посмотрите это видео, возможно этот опыт вам пригодится. Так вот, по качеству исполнения, естественно, он на самом высоком уровне, но также он еще и классно оформлен. Только чего вот стоят вот эти вот глаза, зрачки, щелочки, как у ящерицы. Ладно, не буду петь дифферамбы фирмы Megabass. На самом деле я хотел рассказать о другом, о том, что здесь в этом воблере применена новая система дальнего заброса, которая называется LBO. LBO уже второй серии. Чтобы, скажем так, не удлинять этот обзор, как работает эта система, полностью ролик ее с сайта Megabass вы можете посмотреть внизу в описании. Ссылки я оставлю. И основные преимущества, которые дает эта система, она намного, скажем так, лучше срабатывает и позволяет воблер закинуть и дальше, и в то же время быстрее привести его в рабочее состояние. Вот здесь вот в нем находится цилиндр на шарикоподшипниках, который ходит по одной направляющей и, естественно, он и, так как это, если кто совсем не знает, у воблеров обычно это либо магнитная система, либо по какой-то дуге шарики выскакивают и за счет этого воблер далеко летит. Здесь же просто направляющая цилиндр, и причем гладкость и ход этого цилиндра действительно фантастический. То есть воблер при любом покачивании сразу приходит в рабочее положение. Потому что в том же Zipbait, чтобы его привести, там же их система MZ, чтобы его привести в рабочее состояние, его надо дернуть, и тогда он наклонится, и система вернется в рабочее состояние. То же самое происходит и с шариками, когда просто используются шарики для дальнего заброса. Здесь же вот этот вот цилиндр, который, в общем-то, по заверениям Megabass обещает действительно интересные возможности и действительно какое-то такое движение вперед в плане магнита. Но на самом деле с этой системой в первом ее исполнении LBO-1 я уже знаком, я про него рассказывал, про этот воблер. Это воблер называется Elbo, он еще вышел несколько лет назад. В том году, кажется, он вышел, да, я его уже попробовал. И к той системе на самом деле у меня были претензии. Нет, действительно, с ней воблер вот такой вот маленький шет, легенький, 10 грамм. Он улетает далеко, хорошо, но чтобы его кинуть, нужно очень сильно делать резкий заброс удилищем, потому что там очень мощный магнит, и вот именно вот этот вот хлесткий заброс дает возможность этому воблеру лететь далеко. Это не всегда удобно, особенно с мультипликаторной катушкой. Здесь же в этом воблере это уже пофиксили, и сама система даже выглядит по-другому, не так, как на Elbo. И сам магнит, что важно, он срабатывает намного легче. То есть вот от такого достаточно легкого потряхивания он уже срабатывает. И я думаю, что это реально будет классный летун, может быть даже в этом сезоне я его еще попробую, потому что у нас тут в основном жидкая вода там, то замерзнет, то отмерзнет, так что еще, может быть, даже покидаю и попробую на него что-то поймать. Ну и как я говорил, то есть он очень легко, вот, все, даже воблер, я не знаю, там сколько, 5 градусов, ну там, по-моему, 10 заявлено, но на самом деле просто достаточно его легко наклонить, и он сразу придет в рабочее положение. Насколько это, конечно, все актуально в повседневной рыбалке, это все покажет практика. Но я думаю, что мегабасы вообще японцы, они в этом плане все-таки идеалисты. Вот они берут какую-то штуку и начинают ее допиливать. И пилят, 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 пока к чему-то не придут. Ну и попутно они еще зарабатывают, конечно, на этом деньги. Но тем не менее, все-таки я думаю, что те, кто люди пользуются японскими снастями, спиннингами, воблерами, не дадут мне соврать и так же практически считают, как я. Да, они допиливают все до какого-то идеала. Причем иногда даже это, может быть, и не всегда как бы очевидно. Ну, это я поговорю об этом в своем другом видео, которое будет посвящено полностью линейке One10R, которую в этом году я уже, скажем так, ловил, некоторые разловил. Ну и вообще у меня в целом уже сложилось мнение об этой линейке, годная и негодная. Так что перед Новым годом выйдет еще видео о мегабас One10R. Кстати, хочу сказать спасибо магазину fishfish.com.ua, который предоставляет мне, так сказать, оперативно все новинки всех воблеров, для того, чтобы я мог их тестировать, показывать на рыбалке. Для меня воблерная ловля – это одно из самых любимых направлений и я считаю, что самых интересных. Кстати, у них на fishfish'е 13-го числа, 13-го декабря стартует какая-то большая распродажа, обещают хорошие скидки, так что ссылку на них я оставлю тоже в описании, не пропустите. И также действует промокод. Промокод вы там же найдете в описании. Но вообще, насколько я понимаю, это все-таки больше, так сказать, коллекционный экземпляр, потому что и серии лимитированные, и цвета, то есть специфические. Я думаю, что скоро они из продажи исчезнут, точнее, они будут продаваться, но еще более по высокой цене, потому что они перестанут производиться. Поэтому, если вы любите воблеры, и там коллекционируете, и просто хотите себе какой-то новый подарок под елочку, то не пропустите. Потому что, опять же, в будущем, насколько я знаю, планируется выпуск уже воблеров. Но это уже для тех, кто особо не заморачивается по коллекциям и так далее. В будущем планируется выпуск воблеров с этой системой LBO 2 уже в серию, и которые будут примерно по, скажем так, более доступной цене, но в то же время и с классическими оформлениями Megabass. Так что, в любом случае, я думаю, что те, кто желает познакомиться так или иначе с этой системой, смогут это сделать. Ну и в конце видео, наверное, такую мысль просто озвучу. Ну и в конце видео, наверное, озвучу такую мысль, или даже это вопрос будет. А как вы относитесь, мои дорогие подписчики, к дорогим воблерам? Стоят? Нужны они? Не нужны? Или пофиг на цену? Главное, эффективность. Или, в общем-то, все равно, какой воблер. Если щука жрет, то жрать будет все, что угодно. Просто как вы подходите? Я сейчас немножко объясню свою позицию в этом плане. Уже проловив воблерами достаточно продолжительный срок, я пришел к такому выводу, что, да, безусловно, бывает, когда щука там хватает все подряд, и можно на что угодно поймать. Но бывает же и по-другому, когда ты в каком-то месте кидаешь 5 своих проверенных бойцов. Это случай, кстати, из личной практики. Они 5 не ловят, а ловит потом 1,6, который ты уже ставишь. Сейчас уплывать, мол, пару раз кину, и он ловит с этого места 3 щуки. Это вот было. Это было не один раз. Постоянно такого, конечно, нет, но вот случалось. И вот в эти моменты лично у меня свое мировоззрение как-то менялось, что-то ломалось. Ну, это просто ты получал новый опыт, я получал новый опыт и двигался вперед. Я вообще это к чему все веду? К тому, что не надо покупать 10-20 цветов воблера одной модели. Лучше составить коробочку из 10-20 проверенных бойцов, вложить в это деньги, ну и получать потом все это время. Это же воблер не на год, не на два. У меня воблеры живы, которым по 4 года. И это все, как бы, получать от этих воблеров отдачу на каждой рыбалке и получать удовольствие от поимки рыбы. Потому что, опять же, много людей, допустим, предпочитают купить 3 каких-нибудь там китайских воблера, вместо того, чтобы купить один фирменный. То есть, 3 разных цвета одной модели, вместо того, чтобы купить один фирменный. И я говорю, что это неправильный путь, по крайней мере, мне так кажется. Мне кажется, что лучше вот иметь меньше цветов просто по одной модели. У меня, кстати, тоже, у меня многие воблеры всего лишь в одном цвете и в одной модели. Оторвал, купил новый. А так вот я не запасаюсь. Ладно, это я просто поделился своим видением на этот вопрос. На составление своей эффективной, скажем так, воблерной коробки. У вас же вполне может быть другое какое-то мнение. Можете высказать его вполне в комментариях. На этом, я думаю, мой обзор закончен. Надеюсь, воблер этот у меня, я хранить его не буду. Буду им ловить. Надеюсь, он что-то принесет и покажет себя с какой-то выгодной и эффективной стороны. Надеюсь, видео вам понравилось. До скорых встреч. Пока-пока.